Приветствую всех вас, дорогие мои братья и сестры. Я приветствую вас, мои любимые брюды и сестры, в этот первый воскресный день этого года. На этом ersten Сонтага этого нового года. Хотел бы всех, всех вас поздравить с Новым годом. И я желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия. И, друзья мои, самое главное, что я желаю вам и себе, пусть Господь всех нас соблюдет для своего святого Царства. Этого же я пожелал бы всем. И тем, кто смотрит наши служения по интернету. Знаете, мне в это новогоднее время, за это короткое уже время, очень многие писали, и поздравляли с наступающим и уже с наступившим Новым годом. за что я всем, всем сердечно благодарен. И взаимно желаю всем того же. Знаете, мне позвонил брат Геннадий Думанский. И, знаете, мне позвонил брат Геннадий Думанский, епископ из Украины. Епископ из Украины. Там не так давно мы у него в церкви были на празднике Жатвы. Не так давно мы у него в церкви были на празднике Жатвы. Он поздравил меня с Новым годом. Он поздравил меня с Новым годом. И просил передать всем вам привет и также новогодние поздравления. Он hat mich darum gebetен, euch allen ein Gruс zu übergeben и оставил нам в пожелании Псалом 22. Он hat uns, он у нас как Лайдкапитет, в Псалом 22. По-немецки будет 23. А, 23, да. Так вот, братья и сестры, сегодня я передаю это пожелание от его имени. Кто помнит, как он начинается? Wer kann sich daran erinnern? Wie fängt er an? Господь, Пастырь мой. Der Herr ist mein Hirte. Я ни в чем не буду нуждаться. Ich werde in nichts Mangel haben. Он покоит меня на злачных Пашетях. Er führt mich auf grünen Ауен и водит меня к водам тихим und führt mich zu stillen Wassern. И так далее. Und so weiter. И как заканчивается этот Псалом? Und wie geht dieser Псалм zu Ende? Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. Nur, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Да, и я прибуду в Доме Господнем многие дни. Ja, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Братья и сестры, как хорошо сочетается 22-й Псалом на 22-й год. Правда? Und, äh, im deutschen klappt es leider nicht. Aber im russischen ist das Psalm 22 und wie gut passt das zusammen Psalm 22 für das Jahr 22. Ага. А на немецком мы на следующий год, если Бог позволит дожить, прочитаем его. Und im deutschen werden wir das nächstes Jahr machen, wenn der Herr es uns gestattet, bis dahin noch zu leben. На немецком это 23-й Псалом. In deutschen ist das Psalm 23. Так вот, я передаю это пожелание лично от брата Геннадия. So, und ich übergebe persönlich vom Bruder Геннадий euch diese Wünsche. Они тоже несут такое вот служение благовестие по интернету. Sie haben auch so einen Dienst der evangelisation im Internet. Дорогие мои братья и сестры, meine lieben Brüder und Schwestern, у меня есть хорошее такое, знаете, пожелание всем нам. Ich habe so einen guten Wunsch für uns allen. Оно уже в прошлом году, особенно в конце года, лежало у меня на сердце. Und вы знаете, ich wollte heute es оставить. Это wird auch sehr серьез пожелание. Поэтому wer wird смотреть unsere служение oder meine проповедь по Internet, und deshalb wer unseren Gottesdienst ansehen wird oder meine Predigt anhören wird im Internet, ich möchte euch darum bitten, nehmt euch die Zeit und hört es bis zum Schluss an. Это вам rано или поздно обязательно пригодится в вашей жизни. Das wird früher oder später unbedingt notwendig sein für euer Leben. Es haben schon auf erden Menschen gelebt, die das hören konnten und vielleicht haben sie es schon gehört, aber haben nicht darauf geachtet. Und dann haben sie bitter gewinnt und haben sich gebadet in tränen. Und vielleicht waren sie irgendwo in der Intensivstation. Может быть где-то in домашних условиях. Vielleicht irgendwo in häuslichen umständen. Und haben den Herrn gebeten, bitte Herr, bring mir diese guten Tage zurück. Erlaub es mir noch mal zurückzukehren in so eine schöne und gute periode in meinem Leben. Aber das ist nicht mehr möglich zu tun. So wie wir es gerade eben im Lied gehört haben, und die Uhren an der Wand ihr klingen ist tic-tac. Sie bezeugen uns, dass jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde und jeder Tag sie gehen vorbei und man kann sie nicht zurück bringen. Ich leze aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 16 Ich möchte kurz erläutern, worüber hier die Sprache ist. Ich Jesus Christus fragte seine Jünger, für wen die Menschen ihn? Und dann fragte er sie persönlich für wen ihr mich? Und Apostel Petrus bekommt eine Offenbarung von Gott sagt er sagt du bist Christus der Sohn Gottes des Lebendigen und Christus wendet sich an Petrus und sagt selig bist du Simon Sohn des Jonas nicht nicht und Blut haben dir das offenbar sondern mein Vater im Himmel Und wisst ihr wo er diese Rede fortführt sagt er im 18 stich ich sage dir du bist Petrus und auf diesem felsen will ich meine Gemeinde bauen und die forten des Toten Reichs sollen sie nicht überwältigen meine lieben Brüder und Schwestern ich möchte heute mit uns darüber sprechen mit euch allen was für eine Bedeutung hat für dich und für mich die Gemeinde wer ist es und was ist es für dich Christus говоря о церкви говорит моя церковь Christus wenn er über die Gemeinde spricht sagt er meine Gemeinde er sagt ich werde meine Gemeinde bauen ich denke die meisten von uns begreifen genau die biblische Bedeutung der Gemeinde natürlich hat Christus nicht gesprochen über die Steine o stenach o krischach über wände oder dächer o тех церквях которые мы можем физически видеть über die Gemeinden die wir physisch sehen können über die Gemeinden die wir physisch bauen können in Häuser wo wir eintreten können und dort uns versammeln können natürlich das alles ist wichtig aber er sprach über uns er sprach über die jenigen die erlöst worden sind mit dem blut jesu christi über die versammlung des volkes gottes über die ekklesie über die 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 herausgerufen sind aus der welt für einen besonderen dienst und eine besondere bedeutung für eine besondere Zukunft und jetzt auf deutsch lasst uns gemeinsam sagen preis dem herrn deshalb hallelujah slava boh hallelujah preis dem herrn und so meine lieben brüder und schwestern es vergeht die zeit jesus christus fahrt auf in himmel und verspricht mit den jenigen 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 und verspricht mit seinem volk immer da zu sein bis zum ende der welt zeit und wisst sie die apostel sie haben eine mission bekommen von jesus начинают rewness an eifrig zu predigen und die erste so erfüllte vom heiligen geist predigt war die predigt des apos petrus und an diesem tag heißt es haben sich 3000 man bekehrt und ihnen hat apos petrus und die anderen apos geboten dass sie sich taufen lassen was sie auch getan haben und die bibel sagt dass an dem tag ungefähr 3000 seelen hinzugefügt wurden diese sorte von menschen sie waren beständig in der gemeinschaft sie waren in der lehre des herrn oder der apos beim brot brechen und in den gebeten das war die gemeinde und der heilige geist die erretteten hinzugefügt hat zur gemeinde versteht sie brüder und schwestern wie ernst das ist wenn du heute in der gemeinde Gottes sitzt und hörst das Wort Gottes und du bist die sorte von Menschen die hinzugefügt wurden zu der gemeinde Christi dann hat diese Arbeit an dir der Heilige Geist vollbracht wissen meine Freunde in die Gemeinde des Christi ist zufällig noch niemand hineingekommen ich sage euch sogar noch mehr berest über die schwelle dieses hauses zu treten des gebet hauses und zu besuchen diesen Raum das ist kein zufall aber viele die über diese schwelle getreten sind die anwesend sind in unserer versammlung может nicht раз слышали слово Божие vielleicht haben sie nicht nur einmal das Wort Gottes может быть nicht раз дух святой stuch в их сердца vielleicht hat der Heilige Geist nicht nur einmal an ihre herzen angeklopft und Gott hat sie gerufen zu Buse aber sie sind so wie sie gekommen so auch wieder weg gegangen aus der versammlung vielleicht haben viele tausende unserer predigten gehört und heute vielleicht mein lieber Freund hörst diese Predigt und der Herr erwendet sich durch sein Wort an dich noch einmal und ich habe an all die jenigen so eine Frage was für einen Nutzen kannst du davon nehmen von dem was du gehört hast die jenigen die die Predigt des Petrus gehört haben sie haben Buße getan sie haben sich taufen lassen und sie wurden hinzugefügt zur Gemeinde und sie haben sich zusammen gehalten warum ich akzentiere unsere внимание warum ich heute unsere Aufmerksamkeit meine lieben Brüder und Schwestern so beginnt die die Errettung die Errettung jeden Menschen durch eine wahrhaftige Bekehrung in der Busse zum Herrn durch die Wassertaufe und und das anschließend sich an die Gemeinde Christi und ihr wisst ihr es geht noch ein Zeitabschnitt vorbei und und es werden gegründet lokale Gemeinden В Иерусалиме, в Антиохии, в Откровении мы читаем о семи церквях в Южной Азии. И в Иерусалиме мы читаем о семи церквях в Южной Азии. За которые я могу предположить, нес ответственность апостол Иоанн. Это целая группа церквей. Дорогие мои братья и сестры. И мы видим, пишут апостолы послания. И они направляют их церквям. Христос, говоря о значении церкви, Он даже говорил это в таком контексте или свете. Когда брат с братом имеет какую-то тяжбу, Он говорит, возьми свидетеля еще одного или двоих. Выскажи этому человеку, И если этот человек Не послушает, Скажи, говори церкви, А если церковь не послушает, Тогда добудет он тебя, как мытарь и язычник. И дальше он говорит, истинно говорю вам, Что вы строите на земле, То будет связано на небе. Что вы решите на земле, То будет разрешено на небе. Что вы решите на земле, То будет разрешено на небе. Вы представляете, Какая взаимосвязь Церкви Христовой с небом. Когда мы читаем последнюю книгу Откровения, сам апостол Иоанн, в Откровении видит 7 церквей. И он видит Иисуса Христа. И он видит Иисус Христа во славе, таким, каким он его еще никогда не видел. Он о себе говорит, что он упал пред Ним, как мертвый. Такую славу он еще никогда не видел. Такую славу он еще никогда не видел. И вот, вы знаете, Господь обращается к нему. И, вы знаете, Господь обращается к нему. И открывает ему состояние этих церквей. И он уффенбает в состояние этих церквей. Но на что я хотел именно обратить внимание. Когда Иоанн присмотрелся, он увидел, что Иисус Христос ходил посреди 7 золотых светильников. Что он еще там увидел? Что он еще там увидел? Он увидел в деснице у Господа 7 звезд. И Господь комментирует, объясняя это, что это значит. Он говорит, 7 золотых светильников. Это суть 7 церквей. Это суть 7 церквей. Среди которых ходил Иисус. Среди которых ходил Иисус. Глаза которого были как пламени огненные. Десен Augen waren wie eine Feuerflамme. Он все видел. Семь звезд. Семь стерны. В правой руке. В правой руке. Это семь служителей, семь ангелов, ответственных за эти поместные церкви. Это седьмя Дианеры, седьмя Эгелы, которые были ответственны для локальных церквей. Пройдет время. И заканчивается будет Откровение такими словами. И Дух, и Невеста говорят, приди. Вы слышите, дорогие мои братья и сестры? И Дух, и Невеста говорят, приди. Дух и Невеста говорят, приди. Знаете, до этого, Библия говорит, о одной категории людей, а вне. Вне, снаружи. А кто же там снаружи? Кто же там снаружи? О которых Библия говорит, их будет плачь и скрежет зубов. Имена которых не будут найдены в книге Уаганса. Дорогие мои братья и сестры, мои любимые братья и сестры, я бы хотел сегодня, чтобы каждый из нас так серьезно подумал, а где мое место? В церкви или вне? В церкви или вне? Может быть еще я, один из тех, которым Дух Святой обращается через церковь и говорит, приди. Может быть я тот человек, который впервые это слышу, приди. Может быть я из тех, кто еще на пути, но еще не пришел, и не отношусь к той категории, которую Бог уполномочил возвещать весть Евангелия. Он не gehört еще к той типу людей, denen Бог вовремя им дали эту хрую бутсовь и заканчивается. Чтобы говорить другим, приди. Чтобы другим сказать, приди. Исполняться Духом Святым и говорить, приди. Чтобы erfüllt из Хрисового Государства и сказать, приди. Это церковь Иисуса Христа. Это церковь Иисуса Христа. Это народ, который имеет привилегию от Господа иметь участие в воскресении первого. Это церковь, который привилег от Господа при первой умерении в первой умерении быть. Но к большому сожалению, братья и сестры, но к большому сожалению, братья и сестры, многие, слыша это слово, приди, слыша слово, покаясь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И получите дар Святого Духа. Слыша не слышат. Дорогие мои братья и сестры, есть очень такое печальное место Священного Писания. Есть очень печальное место Священного Писания. В послании Римлянам. Во второй главе апостол Павел пишет, пишет апостол Павел Павел. Но ты по упорству твоему, но ты по упорству твоему, и нераскаянному сердцу, и нераскаянному сердцу, сам собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Хауфт dir selber зорн auf для того, чтобы каждый измерить по делам его. Дорогие мои братья и сестры, в церкви Христовой могут быть только добровольцы. Я хочу еще что-то заметить. Знаете, Бог не обещал церкви Христовой здесь на земле благополучия. Христос говорил, гнали меня, будут гнать и вас. Христос sprach, man hat mich verfolgt, man wird auch euch verfolgen. Слушали меня, будут слушать и вас. Diejenigen, die auf mich gehört haben, die werden auch auf euch hören. Апостол Павел говорил, ибо великими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. И сколько людей пришли в церковь, покаялись, haben бусы getan. Может быть, даже приняли водное крещение. Vielleicht haben sie sich sogar тaufen lassen. Но пришло в их жизнь испытание. Их сегодня нет в церкви. я смотрю, что Бог в основном нас в этом составе сохранил. за что мы можем сказать слава Богу. Некоторые служители, некоторые служители, говорили со мной и говорили, и говорили, и говорили, в этот период времени, многие братья и сестры подостыли, перестали посещать служение, я наступил, чтобы посещать гости. Друзья мои, что как раз в этот особый период жизни для христиан может быть смертельным, мы нуждаемся в общении. Мы нуждаемся в общении. Знаете, представьте себе, братья и сестры, христос говорил частенько притчами, вот я приведу вам притчу. И в одном из саду растет большое, большое дерево. И это вселенская церковь. Предположим, что это фруктовое дерево, назовем ее яблоней. И stellen wir uns mal vor, что это фруктовое дерево, что это фруктовое дерево, мы называем ее яблоней. Это вселенская церковь. Это вселенская церковь. Давайте переведем это на локальные церкви. Ласште uns das mal übertragen на локальные церкви. Представьте себе большую территорию. Стellt euch mal vor, ein sehr großes территориум. Большущий сад. Ein sehr großen garten. И в этом саду растут много яблонь. Und in diesem гarten вachsen sehr viele апфельбäume. И одна из яблонь называется церковь Лара. И так далее. И другие церкви, поместные церкви. И так далее. И другие церкви, поместные церкви. Знаете, у нас был большой сад. Wisите, мы имели больший сад. И когда он цвел, так приятно было проходить по саду. Это было так schön, туда durchzulaufen. Пчелки жужжали. И они зубили. Такой аромат шел. Это было так ароматisch. Потом эти церкви начали расти. Но вот вы знаете, проходило время. Но вы знаете, это было время. Наступил такой период. Тогда была такая период, когда вдруг некоторые яблоки, плоды падали на пол. И даже еще в зеленом состоянии. Причины были разные. Но большинство было одна причина. Но meistens была одна причина. Они были червивые. Они были червивые. Понимаете, червь на шелтом месте. Вы понимаете, ein wurм fand dort свой Platz. Другая причина была, особенно когда дул сильный ветер. И как сейчас вспомню, если ночью подует ветер, мы дети думали, о, утром будет опять для нас работа. Нам это не очень нравилось, но мы должны были это делать. Подул ветер. И все те плоды, которые плохо держались, они падали на пол. И их тоже собирали и скармливали животным. Но наступал период зрения плодов. Но наступал период когда они уже были спелыми, тогда мы их собирали. Тогда мы их собирали. И вот эти уже плоды шли по назначению. И вот эти уже плоды мои братья и сестры, мои любимые братья и сестры, как похоже это сегодня с многими из нас. Как похоже это с многими из нас. Когда приходят испытания, трудности, проблемы, мы начинаем колебаться. Тогда мы начинаем к нам ванкнуть. Кто-то из нас начинает ослабевать и падать. В отличие от этих плодов мы живые личности. Мы живые личности. У нас есть еще шанс привиться. Мы еще встать. Номал aufzustе. Подняться. Ожить. Номал sich zu erheben и живым. Вернуться в прежнее состояние. И zurückzukehren в теннен зустан. Господь одной из церквей говорит, вспомни, откуда ты не спал. И говорит, и покайся. И он говорит, и покайся. Если это не произойдет. Если это не произойдет. Если это не произойдет. Я скоро приду и сдвину светильник в твой место. Если, дорогой брат и сестра. Кто-то из нас сегодня в таком положении. То сегодня это слово для нас. Это слово для тебя. Если кто-то по каким-то причинам оставил церковь. Не жди проблему. Не жди проблему. Ну беги ко Христу, пока Бог дает тебе неблагоденствие. Смотрите, когда я думаю о том, что многие, приходя к Господу, свидетельствуют и говорят. Вот со мной было вот так. Я обратился к Господу таким образом. И рассказывает. Что он пережил. Что он пережил. Какую катастрофу. Как низко он пал. Как тяжело он болел. Чего ему нужно было лишиться. Что ему нужно было лишиться. Чтобы опомниться. Чтобы услышать этот стук Божий. Ум sich wieder daran zu erinnern um dieses klopfen Gottes zu hören. И теперь только прийти ко Христу. Und nur erst jetzt dann zu Christus zu kommen. Я бы хотел всех вас спросить. Ich möchte euch alle fragen. Нужно было это нам пережить. Mussten wir das durchleben. А почему бы не раньше, правда? Wieso denn nicht früher? А я представляю. А как Господу это слышать? Und ich stelle mir vor. Wie soll der Herr das hören? Oder wie hört der Herr das? Вы знаете, сейчас, если бы каждого опрашивали. А ты как пришел в церковь? Und wenn man jetzt wissen, jeden fragen würde, wie bist du in die Gemeinde gekommen? А что тебя привело в церковь? Was hat dich in die Gemeinde geführt? Может быть, многие из нас сказали бы что-то похожее. Vielleicht würden viele von uns etwas Ähnliches sagen. А другой может подумать. А что ты особенного сделал? Und der andere kann denken, was hast du denn Besonderes getan? Сегодня мой сосед не хочет идти в церковь. Heute mein Nachbar, er möchte nicht in die Gemeinde gehen. Не хочет каяться. Er möchte nicht Busse tun. Но если его Бог поместит в такие условия, в которые ты оказался, и он прибежит. Но если Бог в такие условия, как ты сейчас был, то будет он туда рваться. Вы слышите меня? Дорогие мои друзья, братья, сестры, мои любимые друзья, братья, сестры, у кого еще благоденствие, bei wem noch angenehme Zeit ist, пока эти часы тик-так, solange diese Uhr noch тик-так, свидетельствуют нам о том, что наше время идет. Uns darüber bezeugen, dass unsere Zeit sie läuft. Но оно еще не работает против нас. Aber das wirkt oder arbeitet noch nicht gegen uns. С нами еще пока все хорошо. Mit uns ist noch alles gut. Еще не грянул гром среди ясного неба. Es ist noch kein Донner erschолен zwischen dem клaren Himmel, что заставит нас опомниться и бежать, возвращаться к Богу. Was uns dann dazu zwingен wird, dass wir uns daran erinnern und wieder zu Gott rennen. И думать потом, я же еще не покаялся. Und dann so darüber nachdenke, ich habe doch noch keine Буси getan. За моей спиной жизнь hinter meinem рücken liegt das Leben. Такая ноша. So eine Last, которую, может быть, многие не знают, но Бог это видит. Vielleicht wissen, dass nicht viele, aber Gott sieht es. Я еще не вступал в Завет с Богом, не принимал водное крещение. Ich bin noch nicht in den Bund mit Gott getreten und habe noch keine Taufe angenommen. Дорогие мои братья и сестры, meine lieben брüder und predigt heute für dich. Ты не знаешь, что будет завтра. Мне уже приходилось крестить людей в ванне и всего один раз преподать вечерю, который человек с трудом проглотил и спустя 2-3 дня ушел в вечность. Как головня из огня. Ой, Господи, помилуй нас. Я бы хотел сегодня, чтобы такие люди услышали мое слово. Не ждите проблем. Если Бог вас любит, то обязательно проблемы придут. И ты будешь плакать, как Езекиа, обернувшись к стене. И ты услышал слово, болезнью, которой ты заболел, ты не выздоровеешь, но умрешь от нее. И потому сделай завещание для дома твоего. И он горько плакал. Бог услышал его молитву. Этот человек был, который прожил так. мог Богу сказать, Господи, Бог сказал, Бог сей, ты видел, как я вели с преданным сердцем. Господи, всегда делал Богу угодное в очах твоих. И Бог сказал, Исайя, возвращайся обратно. Иди и скажи, что я продлеваю ему еще 15 лет жизни. Такие языки уже были. И возможно еще будут. Но хочу вам сказать их немного. И это не правило, а это исключение. Поэтому иди ко Христу, пока солнышко светит. Войди в Церковь Божию, чтобы имя твое было записано в книгу жизни. Чтобы на небесной перекличке и о тебе Господь вспомнил. И все мы могли иметь участие в воскресении первом. Это очень ценно и важно. дорогой мой брат и сестра, позаботься об этом, если ты еще не в церкви. Или если ты как блудный сын пасешь свиней. И кормишься рожками. Придет время, ты будешь об этом очень сильно сожалеть. и дай Бог, чтобы ты успел вернуться в отцовский дом. Я приведу еще один пример и мы будем молиться. Знаете, я вспоминаю, когда мои родители из Сибири переезжали в Киргизию. они стали думать, куда они хотят ехать. Куда они привезут своих детей. родители будут жить? Где они будут жить? Тогда уже две старшие сестры были на свете. И моя старшая сестра рассказывает. Она говорит, я вспоминаю, она была совсем маленьким ребенком, но я вспоминаю, как большой дяденька посетил наш дом. И его звали дядя Петя. И это был брат Петр Фризин, мы его называли Петр Первый. Который уже давно вечность. она не знала, что это ее будущий свекер. И они говорили о церкви, служении. И брат Петр приглашал моих родителей в церковь. Там в Киргизии уже была церковь. Потом родились мы, и мы также интегрировались в церковь. И служили Господу в церкви. И апостол Павел пишет в послании эфессианам, в церкви Бог поставил. Речь идет о церкви. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, для чего он это сделал? для созидания тела Христова. Это церковь Иисуса Христа. Это церковь Иисуса Христа. Да коли все мы придем в совершенный возраст Христов, без мере полного возраста Христова. Дорогие мои братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Давайте мы помолимся за всех тех, кто еще не покаялся. За всех тех, кто когда-то может быть был в церкви, но по каким-то причинам оставил церковь. Для тех, кто может в церкви verlassen, чтобы Бог явил им милость, чтобы Гот им гнад в лас нас в церкви бет кого, как я уже сказал, образно червь точит, как я уже говорил, как я говорил, они еще на дереве, но как долго никто не знает, дунит очередной ветерок, и возможно они окажутся на полу. Давайте помолимся за тех, кто не держится за церковь, которые не дорожат церковью, дорогие братья и сестры, это не обязательно в нашей церкви, это время пандемии, многие братья и сестры, как я уже сказал, оставили народ Божий, оставили церковь, оставили церковь, давно уже не участвовали вечери мое. Моги дар их alle гнед дар Амин.